Овен 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 Весы Сегодня может стать актуальным формирование совместной материальной базы. Возможно, вам придется посетить банк, страховую организацию или налоговую инспекцию. Многие события в финансовой сфере будут позитивными, однако не исключены небольшие осложнения. Скорпион Привлечь внимание собеседника вы сможете своим остроумием, однако забоевать его доверие сможете лишь при помощи подарка, угощения, комплимента, заботы или сочувствия. В супружестве и деловом партнерстве не исключены небольшие разногласия. Не стоит подписывать договоренности и оформлять документы. Стрелец В этот день ваша работа может быть связана с обменом мнениями, обучением, разъездами и собеседованиями. Будьте внимательнее при сборе документов и вовремя обдумывайте сведения, поступающие за рубежа. Чтобы рутинные занятия стали источником удовольствия, окружите себя симпатичными людьми или создайте вокруг атмосферу, близкую к домашней. Козирог Утренние часы будут наименее продуктивными, в это время вам не стоит начинать новые дела и включаться в активную деятельность. Во второй половине дня сложатся подходящие условия для отдыха, романтического свидания или приятного творческого занятия. Ваше общение с близким человеком может принять форму заинтересованной беседы или интенсивной переписки. Водолей Сегодня стоит уделить время общению с родителями. Вечер – подходящее время для семейного ужина, за которым обсуждаются насущные дела. Находясь вдали от дома, поддерживайте контакт с членами семьи по телефону или электронной почте. В это время не исключены споры между вашими родственниками и партнером по браку. Рыбы Для поездок, посещения магазинов и визиты к родственникам выбирайте вторую половину дня. В это время резко возрастает вероятность удачных приобретений и позитивного развития нужных отношений. Однако не исключены мелкие недоразумения, например, с транспортом или с документами. Каким бы ни было сегодня расположение звезд, мы желаем вам удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова